МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. Сегодня в нашей программе. Мы вместе! Чебоксары высказали поддержку народу Крыма. Открытый диалог. Глава Чуваши обсудил с представителями партийных фракций важные для республики вопросы. Особо голодным не смотреть. В Чебоксарах разыграли кулинарный кубок. Крым выбрал Россию. Подавляющее большинство жителей на референдуме о статусе полуострова проголосовали за присоединение к нашей стране. Буквально за день до этого события свою поддержку автономной республике высказали чебоксарцам. Так многолюдо на Красной площади столицы Чуваши бывает, пожалуй, только в празднике. Но в этот раз другой повод. Перед референдумом о статусе Крыма чебоксарцы провели акцию поддержки. В Крыму, когда я жила, было очень много национальностей, сейчас там проживают. Мы никогда не знали, кто какой национальностей. Мы все были русские. Мы все были советские люди. И хочется сейчас, чтобы все, кто сейчас там находился, ну просто увидели нашу поддержку. Мы всегда знали, что украинцы и россияне – это одна нация. Мы солидарны с русскоязычным населением Украины. Мы хотим, чтобы они почувствовали нашу поддержку, наше внимание к их событиям. В результате экстремистских действий в Киеве полностью уничтожено здание дома профсоюзов. Конечно же, уничтожена вся инфраструктура, уничтожены все документы. Это, естественно, парализовало всю дальнейшую деятельность по социально-экономической защите прав и интересов трудящихся. Политики, ученые, деятели культуры, представители общественных организаций – все они, вне зависимости от статуса, высказывали свою поддержку жителям Крыма. Много было молодежи, которую, кстати, так часто обвиняют в отсутствии патриотизма. Мы можем сейчас никуда не выходить, полностью замкнуться и не действовать, и не быть активными. Но придет завтра. А завтрашний день – это время, когда нам придется встать, скажем грубо, у руля страны, у руля республики, у руля города. И нужно понимать, что от того, как мы будем действовать и как мы будем себя вести, зависит то, во что превратится наша родная республика. На митинг пришел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вот этот дух, который я здесь защитил, это нам помогает в дальнейшем двигаться в правильное направление. И этот дух передается сегодня молодому поколению. На самом деле, я предполагаю, что завтра состоится грандиозное такое событие. На референдуме наши крымчане, наши братья скажут свое слово, и они, я предполагаю, присоединятся к нашей любимой большой России. Так и произошло. Крымчане определились с выбором. Не последнюю роль в этом сыграли и митинги, прошедшие в российских городах. По данным пресс-службы республиканского МВД, всего на Красной площади в Чебоксарах собралось около 10 тысяч человек. Ну а 18 марта чебоксарцы присоединятся к всероссийской акции в поддержку народа Украины. Об этом на совещании с членами правительства сообщил глава Чувашии. Митинг начнется в 18 часов на площади республики. Другие темы в нашем сюжете. С 1 марта в школах республики начался прием детей в первый класс. О том, как прошел первый этап зачисления, рассказал министр образования Владимир Иванов. Впервые за парты сядут 13 500 детей. Это на 700 учеников больше, чем в прошлом году. В учебных заведениях мест достаточно. Но некоторые проблемы возникли в связи с тем, что изменились правила приема в школы. В предыдущие годы было много желающих обучаться в гимназиях и лицеях. Там для отбора проводили тестирование. Сегодня законодательство запрещает принимать в первый класс на основе предварительного собеседования. Мы сделали так, чтобы в гимназиях и лицеях не было первых классов. То есть первые классы сегодня подкреплены за начальными школами. Создаем отдельные начальные школы. И таким образом первую волну ажиотажа мы сняли. Проблемы остались в центре Чебоксар. Здесь не хватает мест в учебных заведениях. Принято решение открыть дополнительные классы в первой начальной школе, арендовав помещение в 11-й школе. Неожиданно оказалось много желающих попасть в 59-ю школу. На сегодня на 45 заявлений больше, чем запланировано. В основном это те, кто зарегистрирован временно. Сейчас управление образования столицы решает эту проблему. Встречаются с родителями, предлагают детей отправлять в соседние школы. Михаил Игнатьев отметил, что у всех детей должны быть равные условия для получения общего образования. Мы рассмотрим открытие дополнительных первых классов. В начальной школе номер 2, допустим, в городе Чебоксар, в школе номер 6, 11, 45, 48, 53, 54. Так как появились, дополнительно увеличилось количество детей. Также на планерке говорили о проведении ямочного ремонта на дорогах. Весенние воды разбили дороги до неузнаваемости. Ремонту подлежат 88 тысяч квадратных метров. На дорогах регионального значения выполнено 70% от запланированного. Местного значения – половина. Ямочный ремонт должны завершить к майским праздникам. Михаил Игнатьев подчеркнул, что всю информацию о проводимых работах ежедневно нужно размещать на сайте, чтобы люди могли оценить их качество. Кроме того, с установлением теплой погоды из-под снега появился мусор, копившийся всю зиму. В городах и селах необходимо провести субботники. Обочины дорог обязаны очистить соответствующие службы. Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Обеспечить жильем молодые многодетные семьи и детей-сирот. Оказать поддержку ветеранам, рассчитаться с долгами за газ. Эти и другие вопросы Михаил Игнатьев обсудил на видеоконференции с главами администрации районов и городов. За прошедшие два месяца в эксплуатацию введено около 24 тысяч квадратных метров жилья. А всего за год планируется построить не менее 850 квадратных метров. Эти данные озвучил на видеоконференции министр строительства Олег Марков. По федеральной программе планируется обеспечить жильем не менее 600 молодых семей. В 2014 году поступят деньги и на господдержку ветеранов. Жилье получат 34 многодетных семьи, более 250 детей-сирот. Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем социальных групп населения, считает Михаил Игнатьев. Нельзя допускать срыв сроков ввода жилья недобросовестными подрядчиками. Также на видеоконференции обсуждали долги за природный газ. По состоянию на сегодняшний день задолженность муниципалитетов и теплоснабжающих организаций перед газовиками составляет более 630 миллионов рублей. Больше всех задолжали города Чебоксары, Аллатр, Аллатрский, Аликовский, Красночитайский и Шумерлинские районы. Главам администрации необходимо соблюдать достигнутые договоренности и принять оперативные меры по погашению задолженности, подчеркнул глава республики. В преддверии сессии госсовета глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителями фракций политических партий, представленных в парламенте. Политики обсудили ряд важных для республики тем. Такие встречи стали уже традиционными. Лидеры фракции имеют свой взгляд на решение многих актуальных для жителей республики проблем. Глава Чувашии всегда с интересом выслушивает предложения, идущие от парламентариев. И на этот раз разговор получился открытым. Так депутат госсовета Чувашии от Единой России Анатолий Князев предложил детальнее прорабатывать механизмы финансирования масштабных строек. Например, таких как Ледовый дворец и полигон для твердых бытовых отходов, чтобы не было сбоев в работе. Лидер фракции ЛДПР в госсовете Андрей Кулагин предложил отобрать у регионов, где есть нефтегаз, право на разлив алкогольной продукции и передать его тем субъектам, где таких ресурсов нет. Депутата от «Справедливой России» Игоря Малякова волнует юридический аспект присоединения Крыма к России. А еще с серьезными проблемами он считает будущую газификацию за Волжье и свалку в деревне Пиктулина, куда, по его мнению, вывозится представляющая опасность отхода с химпрома. Вот обо Пиктулин, то, что говорите, отходы химпрома мне неизвестно на самом деле. То есть, если это касается опасных отходов химпрома, то это нарушение. Если у вас есть факты какие-то, то надо по этим фактам предохранная прокуратура должна заниматься. Свою точку зрения по ряду важных вопросов высказали и депутаты от КПРФ. Так Дмитрий Евсеев попросил больше внимания уделить пассажирским перевозкам и тарифам на них. Поговорили и о возможностях республики уменьшить трудовой стаж для получения звания ветерана труда. Тогда бы льготы смогли получать большее количество тружеников. Еще одна тема – социальная поддержка категории «Дети войны». Она принимается каждым субъектом федерации отдельно. По мнению сенатора Чувашии Галины Николаевой, в ряде регионов льготы для «Детей войны» приравняли к льготам для ветеранов труда. Хочется очень сказать вам о том, что многие предложения на федеральном уровне уже поддержаны. Мы продолжаем работать с министерствами, с кабинетом министров. Хочу отметить, что все-таки Чувашская республика на федеральном уровне, когда я присутствовала в этом зале, было приятно слышать. Нам сказала Валентина Ивановна на личной встрече, что Чувашия, засучив рукава, без всякого лишнего шума, работает очень добросовестно и старается, и никому не плачется. Так это, скажем, было высказано с Питером Совета Федерации. По словам сенатора, все поставленные на законодательном уровне задачи можно решить, если объединить усилия всех фракций. Чувашия в этом плане может показать хороший пример. Оксана Замятина, Сергей Рябчиков, Республика. А я напоминаю вам, очередная 20-я сессия Госсовета Чувашской республики 5-го созыва состоится 20 марта в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства. Глава республики Михаил Игнатьев подведет итоги работы Кабинета министров за 2013 год. Главное управление МЧС России по Чувашской республике сообщает, 19 марта в 10 часов по московскому времени будет проводиться проверка системы оповещения. Просьба к населению во время звучания электросирен не беспокоиться и не прерывать свои занятия. Олимпийский сезон в Сочи завершен. Грандиозную церемонию закрытия паралимпийских игр наш корреспондент видел своими глазами и готов поделиться своими впечатлениями. Сочинская пара Олимпиады завершилась. Накануне город не попал. Оно и понятно, ведь российская сборная установила абсолютный рекорд. 80 медалей, причем 30 из них высшей пробы. Побить его будет сложно, об этом говорят многие эксперты. На церемонии закрытия игр чемпионы главные герои. Именно они вынесли на арену стадиона «Фишт» российский флаг. К слову, это шоу вживую смотрелось не хуже, чем на голубых экранах. Сидя на трибунах, можно увидеть то, что по телевизору не покажут. К примеру, символическая огненная чаша появилась на арене при помощи специального подъемника. Все это время декорации находились под трибунами. Вообще, церемония закрытия паралимпиады произошла все ожидания. Это отмечали многие. Здесь звучала и оперная музыка, и даже модные хиты от известного на весь мир диджея. Но все это уже история. Олимпийская столица пустеет на глазах. Отсюда уезжают спортсмены, судьи и волонтеры. Делегация из Чувашии, в составе которой и представители Министерства спорта, и журналисты, находятся на пути домой. Уставшие, но ужасно довольные. Ведь все мы стали свидетелями рандиозной паралимпиады. Дмитрий Ковалев, республика из Краснодарского края. Внимание! Следующий сюжет на голодный желудок смотреть не рекомендуется. В минувшие выходные за кулинарный кубок Чувашской республики боролись молодые повара. Пропустить такое вкусное событие наша съемочная группа не могла. Разделать, нашинковать, замариновать, пожарить, сервировать. На приготовление кулинарных шедевров дано всего лишь 90 минут. Раскаляются сковороды и дух соперничества. Кипят соусы и страсти. Это как раз тот случай, когда можно сказать, жаль, что телевидение не передает запахов. Сейчас здесь готовится блюдо национальной кухни. Это один из этапов республиканского кубка молодых поваров. Говорят, двум хозяйкам не ужиться на одной кухне. Здесь же локоть к локтю работают несколько команд. В каждой по три человека. И это не только представители Чуваши. Есть повара и кондитеры из соседней Марийской республики, из Пензенской области. В номинации «Национальный обед» каждая команда должна подать холодную или горячую закуску, горячее блюдо с гарниром и десерт. Огромный плюс, если участники сумеют обосновать свой выбор. Это древнерусское блюдо. Оно значит национальное. И пришло с нас к нам с древних веков. А почему именно судак? Потому что раньше в России рыбная ловля хорошо была развита. И значит все время был судак. А вот особенно приятное зрелище. Мужчина у плиты готовит мясо. Когда я был маленький, ну, любил готовить. И мне посоветовали друзья поступить в свой колледж. Вот я поступил. Кстати, начинается конкурс задолго до того, как жюри попробует приготовленное. Задача членов жюри заключается оценивать весь технологический процесс приготовления кулинарного блюда, включая соблюдение всех гигиенических нормативов, включая культуру приготовления. Это культуру, хотите, представления. Это культуру одежды. Неспроста одной из номинаций конкурса сделали национальный обед. Ведь в чувашской кухне есть что показать. Увлечения кухнями европейскими, в том числе суши, роллы, я считаю, что мы все-таки в республике должны пропагандировать свою кухню. Тем более, если есть что показать. Наверное, привыкли, что в чувашской кухне есть в основном мясные блюда. Но чувашская кухня, она очень разнообразная. Там очень много интересных десертов. Например, с облепихи, из рябины, есть муссы, есть желе. Показать действительно есть что, а главное есть те, кто все это готовит. Это очень важно, чтобы эти таланты не уезжали работать в столицу или за пределы нашей страны. Орадовали хорошей кухней жителей своих городов и регионов. На это и направлены усилия организаторов подобных фестивалей. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Как люблю я цветение сирени, словно в детстве светлее душа. И как стражи из прошлого тени окружают меня, не спеша. Эти строки написала Светлана Гордеева, писательница и по совместительству художница. На днях в галерее 6 на 7 открылась ее выставка. У выставки романтичное название «Поэзия цветов». Автор стремится объединить в одно целое все, что ей дорого в этой жизни, что стало для нее главным смыслом. Взаимосвязь настолько очевидна, что цветы на полотнах, словно говорящее создание, вступают в диалог с посетителями выставки. Одни названия чего стоят – «Огненный полет», «Бабушкина сирень», «Разговор пионов», «Цветы солнца», «Солнце Чувашии» – более 25 картин. На открытие вернисажа пришли близкие, друзья и коллеги Светланы Гордеевой. У меня нет никаких слов. У меня есть дочь. Она вам свой талант выставила. Светлана родилась в селе Комсомольское, а художественное училище окончила уже в Гомеле. Затем вернулась в Чувашию и получила еще одно образование – филологическое. Светлана рисует цветы с особой теплотой и любовью. Ее энергетика передается и ее картинам. «Цветы для меня – это создание природы настолько загадочное. Вот подумайте, да, что они вроде бы никакой лицелитарной и не несут нагрузки в себе. И для чего они нужны, непонятно. Для пчел можно было, я не думаю, что пчел такие большие эстеты, что для них нужно такое разнообразие красок и форм. Но их на планете такое количество. И я где-то прочитала, и мне эта мысль очень понравилась. И я думаю, что это так и есть на самом деле. Это такое некое напоминание человеку о потерянном рае, о потерянном райском саде». Художница любит, когда ей преподносят цветы, и неважно какие. А сама она с удовольствием дарит свои картины друзьям и близким. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова